Как-то так она ускакала у меня. Спасибо, что увидели эту ошибку и спасибо, что подсказали, я обязательно исправлю. Мы начинаем. Тема сегодня одна из самых интересных для меня, тема, которую я люблю. Я психолог, практикующий психолог. Я очень часто в работе с детьми использую ресурсы песочницы, как терапевтической, так и юнгянской песочницы. Поэтому с удовольствием всегда рассказываю о тех богатейших возможностях, которые этот материал нам несет. Ну что ж, давайте начнем. Почему нам так нравится работать с песком, а детям нравится тем более? То, что людям нравится работать с песком, я замечала уже много раз, когда на разнообразных выставках к интерактивным песочницам подходят не дети, а совсем уже взрослые и с огромным увлечением начинают в этом песочке рыться. Ну и сами вы, наверное, помните себя, когда вы с вашими детками, а может кто-то уже с внуками, под предлогом того, что вы развлекаете ребенка, с удовольствием играете в песочнице и после этого мысли встают на нужную стезю, тревоги укладываются и вам становится гораздо-гораздо лучше. Вот кто замечал это, поставьте, пожалуйста, единичку в чат, а мы пока будем говорить о такой волшебной среде, как песок. Это естественная для человека среда, стимулирующая среда и человек, когда соприкасается с песочком, всегда начинает чувствовать себя очень комфортно и защищенно. Психологи выяснили, почему так происходит, потому что песчинок же много и каждая песчинка создает такое микрораздражение на поверхности кожи. И вот наш нервный сигнал, он разделяется на много-много-много маленьких сигнальчиков и таким образом наша нервная система немножко успокаивается. И точно так же, как на взрослых, песок для детей тоже несет успокоение, он их расслабляет и создает чувство безопасности. Поэтому детей от песка не оторвать и коллеги, когда в группах заводят песочницы, то понимают, что лучше все занятия переносить в песок, потому что вытащить оттуда детей практически невозможно. Но очень хорошо, что занятия в песок переносятся, потому что песочница обладает возможностью решить множество проблем в жизни малыша. Песочных занятий можно изобрести огромное количество, но, например, там же можно поиграть на развитие чувствительности. В песок можно перенести дидактические игры, и тогда они для ребенка перестанут быть страшными или скучными занятиями и изучать фигуры. Объем, буквы, цифры, направление вверх-вниз, вправо-влево, он будет с огромным удовольствием в игре. Рисование песком тоже уникальная вещь, которая позволяет любому ребенку и вообще любому человеку, который даже считает, что он очень плохо рисует, но тем не менее, рисуя песком, он создает с первого же раза шедевры, по-другому как-то не получается. Замечательно такое средство, как песочная игротерапия, в которой можно отработать те проблемы и те конфликты, которые в жизни ребенка возникают, и которые другим путем он не может разрешить. Ну и чуть-чуть мы с вами поговорим о занятиях в интерактивной песочнице. Совсем немного, потому что понимая, что это прекрасное средство, я точно так же понимаю, что есть она не у всех, к сожалению, потому что это оборудование не дешевое пока. Но вот о рисовании песком и световых столах я вам расскажу. Что нужно для игры в песок? Вот самый минимум, который вы можете приобрести для того, чтобы начинать делать все те упражнения, про которые я сегодня расскажу. Но прежде всего это водонепроницаемый деревянный ящик. Внутреннюю поверхность окрашивают традиционно в синий или в голубой цвет, а внешнюю либо в желтый, либо оставляют цвета дерева. По размерам этот ящик, если вы планируете индивидуальное занятие, то это 50 на 70 сантиметров. А если вы планируете работать с подгруппами, то такой ящик делают больше, примерно 70 на 90 сантиметров. Но не больше, конечно, ящик для песка в интерактивной песочнице, он немножко побольше. Требования к песку. Если будете закупать песок, то обратите внимание, что он нужен определенный, то есть это не тот песок, который в уличных песочницах. Чистый, просеянный, однородный, он есть специальный в магазинах, вы можете его заказать. Песок для песочницы. Во влажном состоянии он должен хорошо держать форму. Для арт-терапии, если вы занимаетесь арт-терапией с песочком, то это цветной песок, который окрашивается промышленным способом. Обеспыленный. Да, Татьяна Михайловна, совершенно верно. Для рисования песком мелкий вулканический песок. Он там еще более мелкой фракции 0,1-0,3 мм. То есть это вообще практически такие пылинки, пушинки, как консистенция даже меньше манной крупы, где-то между манной крупой и мукой. И обеспыленный, да, для рисования песком это обязательно, иначе все это будет очень ярким марком. Набор фигурок для игры и терапии. Фигурки разного размера, из разных материалов. Ну и для детей до 3 лет фигурки должны быть размером примерно 5-10 см. А для деток после 3 лет, после 3 лет уже можно фигурки брать и из лего. Откуда они берутся? Фигурки, конечно, можно купить, потому что в магазинах есть целые наборы, которые вам подойдут. Вы можете их сделать самостоятельно. И очень хороший, и очень бюджетный вариант попросить детей принести из дома. Потому что в том доме, где живет ребенок, обычно скапливается огромное количество мелких, ненужных фигурок. Но я когда собирала свою песочницу терапевтическую, мне фигурки просто несли маленькие клиенты, и их родители обменивали их на что-то другое, на различные сладости, на шоколадки. И таким образом у меня оригинальная песочница собралась. Какие должны быть фигурки? Прежде всего люди. Такую ремарку сделаю. Я сейчас назову наборчик, который понадобится для игр с песком и для сказкотерапии. Мы сегодня не будем рассматривать юнгианскую песочницу, поэтому набор будет рассчитан на то, чтобы заниматься только сказкотерапией, но не заниматься диагностикой и юнгианской песочницей. В юнгианской песочнице там набор больше. Вы же можете взять изображение людей разного пола и разного возраста, семья, то есть там дедушка, бабушка, папа, мама и детки. Людей разных профессий, можно исторических персонажей, ну и обязательно солдатики и принцессы, потому что детки их любят. Ну и для деток это еще немножко архетипичные фигуры. Животные, можно домашних, все, кого найдете, дикие животные нашего леса, земноводные и рептилии, какие-нибудь африканские животные, постарайтесь найти еще и ископаемых. Пригодятся драконы, особенно для сказкотерапии, потому что там драконы очень часто присутствуют, и девчонки часто выбирают драконов, а вот мальчишки выбирают роботов и киборгов, и с ними уже разыгрывают свои сказки. Не забывайте птичек, но и постарайтесь животных приобрести с детенышами. Это вам поможет и для дидактических игр, и для сказкотерапии. Жилище и здания, строительный материал. Замок сказочный, избушка или хижина, то есть одноэтажное строение, деревенский домик, современный дом городской, большой, или можно просто строительный материал типа лего, из него можно собрать какие-то типовые уже здания. Ну и такие вещи, как мельница, маяк, там что найдете, потому что наборчики у всех разные. Транспорт разнообразный, начиная от старинного типа кареты и заканчивая современнейшими ракетами и звездолетами, космолетами. Ну и разные предметы для того, чтобы дополнять всю картину. Это растения, это еда, природные материалы, то, что называют бросовый материал, то есть ракушки, камушки, кусочки дерева. Это могут быть инструменты рабочие, типа топор, пила, швейная машинка, метелка, скалка, что еще, что найдете. Это могут быть музыкальные инструменты, ну и всяческие символические предметы, типа фигурок жениха и невесты, сердечко и так далее. Архетипы я здесь не беру, потому что это такой достаточно глубокий уровень работы. Об этом как-нибудь потом, если у нас такая тема будет. Ну и естественно, дети есть дети, и мы добавляем сказочных созданий. Это могут быть разнообразные сказочные герои, персонажи любимых мультиков, и могут быть различные страшилки. Они же их очень любят, поэтому скелетики, Баба Яга, может быть Кощей Бессмертный, те же, как я уже говорила, разнообразные страшные роботы, инопланетяне. И обратите внимание, что персонажи не должны быть только положительными, потому что нам в сказкотерапии понадобятся и отрицательные герои, и очень-очень им будут нужны. Вот, это тот набор, который у вас должен быть, чтобы работать в русской сказкотерапии. Мы сейчас начнем рассматривать разные занятия по очереди, и сейчас поговорим о дидактических занятиях. То есть это занятия, которые идут в контексте разных направлений. Это могут быть занятия на математическое развитие, это могут быть занятия на освоении родной речи, логопедические занятия, это могут быть занятия по окружающему миру, то есть много-много чего можно проводить в песочнице. И это могут быть занятия по психопрофилактике, тоже по различным поводам, об этом тоже поговорим. Какое бы занятие ни было, с какой бы оно ни было темой, то у этих занятий есть общая структура. Прежде всего мы создаем определенный ритуал вхождения в песочный мир и даем немножко времени для того, чтобы ребенок переключился с повседневной деятельности на песочницу, на песочную игру. Это может быть что угодно. Вы можете изобрести какого-нибудь персонажа, который будет жить в песочнице, и эти занятия проводить. Ну, например, песочная фея. Я здесь не буду давать готовых сценариев, потому что в чате у нас только творцы, только сами себе режиссеры и актеры, поэтому каждый свой сценарий изобретет сам. Возможно, у вас будет какой-то другой песочный персонаж, но вот пусть у меня будет песочная фея, я иногда буду вспоминать ее. Вот, то есть мы создаем некий ритуал вхождения в песочный мир там, где встречает песочная фея. Если это не первое занятие, и что-то уже было на домашнее задание, тогда дальше песочная фея с удовольствием принимает домашнее задание. После этого создается новая игра, не дается новое задание. Очень хорошо такое занятие завершить релаксационным упражнением или свободной игрой. Ну и честно говоря, не завершить свободной игрой вам не получится. Как я уже говорила, детей из песочницы вытаскивать очень-очень тяжело, поэтому лучше, когда вы провели задание, занятие какое-то дать им наиграться, и потом уже провести ритуал выхода из песочного мира. Когда песочная фея говорит ребятам до свидания, ложится спать, песочницу закрывают крышечкой обязательно и отправляют в какое-нибудь не очень близкое место. Почему закрывать крышечкой и отправлять в не очень близкое место? Вы поймете на первом занятии, когда у вас высыпется вот этот вот мелкий песок, и вам придется его собирать. То есть занятия с песочницей, они такие достаточно марки для помещения группы, поэтому еще одна ремарка такая же по ходу. Когда вы приносите в группу вот такую роскошь, как песочницу переносную, сразу же с ребятами обговорите правила, по которым вы будете играть. Самое первое правило – это песок высыпать нельзя, и лучше его соблюдать очень-очень строго. Второе правило – это нельзя песком бросаться, особенно усыпать в глаза своим товарищам по игре. Ну и третье правило – когда песочница уже закрывается, нужно вытащить все игрушки, разровнять песочек и сделать так, как было до следующего занятия. Вот это вот нужно обговорить. Какие могут быть игры? Игры на снятие психофизического напряжения. Это игры, которые вы можете использовать в начале, либо в конце занятия. Ну, например, упражнение «Здравствуй, песок». Самая главная цель – это снять напряжение, причем напряжение могут снять как дети, так и воспитатели, поэтому пользуйтесь этим тоже, погружая свои собственные руки в песок. Вы можете от имени феи попросить по-разному поздороваться с песочком, то есть с разными способами дотронуться до песка. Ну, например, пальчиками руки одной или второй, потом всеми пальчиками одновременно, потом можно подержать песочек в кулачке, можно дотронуться до песка всей ладошкой, перетереть его между пальцами и ладонями, не разбрасывая, ну и разные другие движения, когда ребенок привыкает вот к этой текстуре песка и уже начинает с ним играть. Еще одно упражнение «Песочный дождик». Оно прекрасно тем, что хорошо регулирует мышечное напряжение. «Песочный дождик» упражнение выглядит достаточно просто. Ребенок набирает песок в кулачок, и он должен высыпать на ладошку взрослого или на свою вторую ладошку, или просто в песочницу с разным потоком. То есть ребенок может высыпать очень быстро песок, а может собрать свой кулачок так, что песочек будет высыпаться тонкой струйкой. В результате этого нехитрого упражнения ребенок учится регулировать напряжение своего кулачка, а это очень и очень ценно. Потом можно поменяться ролями, и ребенок уже в свою ладошку принимает песочек, развивая мелкую моторику. Совершенно верно. Я немножечко читаю чат, потому что это очень интересно, и вы, пожалуйста, тоже пишите в него. Станислава Казинировна. В нашем детском саду две арт-песочницы, цветная и бесцветная. Используем в основном в работе кружка мы маленькие исследователи. А теперь создаем индивидуальные в рамках всероссийской акции эколята-дешколята. Очень здорово. Индивидуальные песочницы маленькие я видела в работе с нормотипичными детьми, видела в работе с инклюзивными детьми в группе деток с ДЦП. И на самом деле это очень замечательный инструмент для работы. Я думаю, что вам сейчас позавидуют коллеги, у которых еще нет этого. Упражнение «Необыкновенные следы». Тоже на психофизику. Здесь мы развиваем чувствительность и воображение. Здесь тоже очень просто создать на песочке на ровном различные следы. Ну, например, идут медвежата. Ребенок кулачками и ладошками силой надавливает на песок. Ну, и вы, наверное, знаете, что если вот так вот кулачком нажать на песок, то получится практически точный след медведя. Это такой секретик. Прыгают зайцы. Кончиками пальцев ребенок ударяет по поверхности песка, двигаясь в разных направлениях. Ползут змейки. Понятно. Бегут жучки-паучки. Ребенок двигает своими пальчиками и соединяет свои руки под слоем песка. Очень смешно, очень много смеха. Ну, и как вы понимаете, что здесь и мелкая моторика, и чувствительность, но еще и рассказ разных животных и навыки следопыта, которые пригодятся когда-нибудь нашим детям. Это игры, как я уже говорила, которыми можно начинать каждое занятие и ими же можно заканчивать. Игры на развитие чувствительности. Песок – замечательная среда, в которой очень хорошо получается развивать мелкую моторику. То, что нам нужно, вот просто как хлеб и соль. Потому что все прекрасно знают, что хорошо развитая мелкая моторика – это хорошо говорящие и потом легко читающие дети. Развивать мелкую моторику можно по-разному. В песочнице. Отпечатки наших рук – одно из самых простейших упражнений. Поскользить ладошками по поверхности. Сравнить отпечатки ребенка и взрослого. Создать отпечатки кулачком, ребром ладошки, костяшками пальцев. И сравнить отпечатки со следами животных, другими знакомыми ребенку объектами. То есть сравнить, допустим, свою ладошку и кошачью лапку и посмотреть, чем они отличаются. Еще один замечательное упражнение. И вы, уважаемые коллеги, все его делали в своей жизни. Вот сейчас проверим. Напишите, пожалуйста, в чат цифру 2, кто в своей жизни хотя бы один раз закапывал песочек-секретик. Ну или в землю. Ох, вот сколько двоечек. Помните, как это было здорово? Сначала создается очень красивая картинка. Да, много-много-много раз создается картинка из цветочков, стекляшек и других драгоценностей. Все это под стекло закапывается в землю. И потом очень классно, когда вы раскапываете, вот среди песочка видите вот эту свою картинку, шедевр. Ой, даже 3 двоечки. Все вспомнили золотое детство. Это было классно. Вот. Что же спрятано в песке? Найти спрятанный предмет с открытыми и закрытыми глазами. Можно. Игра-мина. Откопать предмет, не прикасаясь к нему. Здесь можно пользоваться не только ручками, но можно пользоваться и другими подручными средствами. Например, такой большой кисточкой. Кисть для румян она называется. Или можно пользоваться, но очень аккуратно, после того, как прочитана техника безопасности, трубочками от коктейлей, через которые ребята дуют воздух и сдувают таким образом песок со своего секретика. У меня ребята группы компенсирующей направленности очень любят находить эти секретики. Да, здорово просто. Дальше, особенно для ребяток группы компенсирующей. В процессе раскопок догадаться, что закопано. Кстати, это можно делать не только с песком, но можно брать и контейнеры, наполнять их крупами разными, фасолью, манкой, перловкой, чем попадется, и туда закапывать разные секретики. То есть, смысл в чем? Ребенок руку погружает в песок или в другую среду, он находит на ощупь предмет, и вот он пока не достал еще этот предмет, он должен догадаться, что закопано. Что это такое? Ощупать всячески, понять, что это такое, и потом уже вытащить. Ну и замечательная игра создавать и закапывать секретики. Тоже. Крупу активно используем. Да, очень здорово. Сухие бассейны с крупой, они тоже у многих есть. Для групп компенсирующей направленности, для многих направлений, они очень хороши. Они хороши и для гиперактивных детей, они хороши для детей с ДЦП. Очень здорово снимают напряжение у деток с аутизмом, то есть, они там просто здорово. Мы используем в работе кинетический песок для лепки. У детей восторг. Да, кинетический песок прекрасен. У детей восторг. У вспомогательного персонала тоже восток, потому что кинетический песок не рассыпается на крупинки. Он держится весь вместе за счет синтетических добавок. Поэтому вот столько мусора и пыли от него нет. Фасоль, горок, чечевица. Да, тоже здорово. Вот. То есть, вариантов этих упражнений можно создавать огромное-огромное количество. И работать с ними тоже можно по-разному. Вот теперь мы переходим к дидактическим играм. Что можно сделать в песочнице? Каким образом ребенка, не отходя от песочницы, можно обучать математике родному языку и другим премудростям? Не было песка, рисовали манкой. Но я же говорю, что здесь это не творцы. Вот на самом деле. Давайте посмотрим, какие дидактические игры можно использовать. Самое простейшее. Например, игра письмена на песке. Рисование букв и цифр по образцу. Палочкой, пальчиком, допустим, педагог нарисовал, ребенок должен вести и так далее. Чтение букв и текстов на песке. Тоже замечательно. Игра, в которую дети играют с огромным удовольствием. Один пальчиком написал что-то, или воспитатель написал, а другие пытаются разобрать, что здесь написано. Здесь же в песочнице можно знакомиться с основами географии. И не только географии, еще и пространственное воображение, пространственные способности. Потому что здесь можно объяснить и что такое вперед-назад, вправо-влево, как переходить, как располагаются координаты, но еще и глубоко, и на поверхности тоже мы эти слова вводим. А если у вас есть интерактивная песочница, то вы можете легко детей познакомить. В песочнице и со сторонами света, с основами картографии, как это происходит, тоже расскажу. Немножечко физики для дошкольного уровня. Знакомство со свойствами материала. Сухой и мокрый песок, здесь же свойства воды, потому что в песочнице, если она водонепроницаемая, можно работать и с водой. То есть смотреть, допустим, если мы наливаем воду на сделанную горочку, как она будет скатываться вниз, как она прокладывается вирусо, как она впитывается в песок. Все это очень-очень интересно. Ну и, конечно, если к песочнице добавить еще и наборчики геометрических фигур, формочек или вырезок, тогда можно ознакомиться еще и с геометрическими фигурами, в том числе и трехмерными, потому что мокрый песок дает возможность делать и трехмерные фигуры. Давайте посмотрим образцы. Тоже несколько примеров дидактических игр я вам расскажу для примера. Больше будет по ссылочке в конце занятия у вас будет ссылка на тексты по песочной терапии, вы можете их взять и прочитать. Упражнение «Узоры на песке». Здесь мы закрепляем знания об эталонах, устанавливаем закономерности. Например, взрослый любым способом рисует различные геометрические фигуры. Ну, в соответствии с тем, что по возрасту вам положено. Простые и сложные узоры, а ребенок должен нарисовать такой же узор внизу на песке, либо продолжить узор взрослого, ну и, естественно, назвать геометрическую фигуру, которая получилась. Ну и обратите внимание, что в сухом песке вы будете делать двухмерные фигуры, а в мокром песке вы уже можете создавать шар, куб, призму и так далее. Второй вариант, чуть посложнее, когда взрослый рисует на доске, обычный меловой или маркерный, дает устную инструкцию, а ребенок на песке повторяет определенный узор. Это уже чуть-чуть посложнее, потому что рисование на доске и на песке – это разная технология, и ребенку придется самому повторять вот эту технологию рисования на песке. или же узоры на песке могут быть выложены с помощью каких-нибудь красивеньких предметов, например, цветных камушков, желудей, больших пуговиц и так далее. Если в вашем городе есть магазин типа Фикс Прайс, то вы там найдете огромное количество различного блестящего материала для ваших песочниц, но, естественно, по Фикс Прайс цене. То есть там есть и ракушечки, и цветные камушки и много-много чего еще. Игры-упражнения «Уроки волшебства. Мы создаем мир». Это игры по теме ознакомления с окружающей средой, и, естественно, их цель – это развитие, расширить представление ребенка об окружающем его мире. Взрослый показывает, как в песочнице можно построить какой-нибудь кусочек нашего земного мира. Что можно? То есть если у вас есть набор по тому списку, который в начале вебинара был, тогда вы можете воссоздать очень много разных миров, начиная от мира городской квартиры, ребенка, например, и заканчивая миром космоса. Ну, вот то, что нам по программе положено, что мы можем сделать? Это дом, это лес, поляна и их обитатели, причем лес может быть разных климатических зон, то есть когда мы наигрались с лесом нашим российским, то мы можем точно так же сделать и джунгли, и тропики, и какие-то арктические пейзажи, и, естественно, заселить их нужными обитателями. Поскольку у нас в песочнице присутствуют голубые цветы, значит, мы можем сымитировать водоем, ну, просто-напросто песочек раскопали и получили озеро. Можно сделать мир морской и подводный. Здесь у нас разные рыбы, здесь у нас дельфины, камушки, ракушки и так далее. Мы можем в этой же песочнице посадить сад, огород, мы можем в этой же песочнице воссоздать космос. Все, что хотите, пожалуйста, это ваш выбор, ваша фантазия. Можно миры разных профессий, можно пляж. Все, что есть у вас по темам соответствующей группы, вы можете проиграть на песочке. Следующее упражнение на пространственную ориентировку, ну и плюс закрепление новых слов и новых знаний. Взрослый знакомит ребенка с пространственными представлениями, такими как вверх-вниз, право-лево, над-под, из-под, центр-угол. Обратите внимание, создаем это только последовательно. Ну да, то есть не в один раз. Это темы для разных игр. Спасибо, что сказали. То есть один раз вы поиграли, к примеру, сделали квартиру, убрали игрушки, следующее занятие у вас будет по теме лес и так далее. Едем в гости. Смотрите, здесь какая очень важная штука. Для ребенка в определенный момент очень важно перевести пространственное представление в пространство листа. Это еще называют квазипространство. То есть, допустим, идти вперед или идти, подниматься вверх в реальном пространстве и вверх на листе, либо в песочнице, это немножко разные вещи, ребенок должен их как бы сопоставить. Поэтому здесь могут возникнуть сложности, но опять-таки, если эти сложности решатся в пространстве песочницы, то на листе бумаги их уже не будет. То есть вверх, вниз, справа, влево листа ребенок освоит. Здесь в игре ребенок с по словесной инструкции взрослого пальчиками ходит, прыгает, может ползти по песку и переходит. Ну, допустим, мы идем в гости к зайчику. Сейчас мы пройдем до ближайшей елочки вперед, потом нам нужно будет повернуть направо, обогнуть озеро, потом дальше вот мы идем, прокладываем маршрут в гости к зайчику. Ну, и такие же варианты на повторение, потому что повторений нам нужно будет много, по той причине, что как раз эти упражнения, они достаточно сложно детям даются, и не все детки с первого раза могут понять, что такое вот это пространство листа. А второй раз повторять одно и то же, конечно, скучно, поэтому съездили в гости к зайчику, переварили информацию, потом поплыли к дельфинам, то же самое закрепили, потом лошадку, потом кому хотите еще. То есть мы закрепляем вот эти вот знания о пространстве листа, о деятельности животных и растений, и много чего еще. Это все было на сухом песке. Теперь мы можем принести леечку воды и начинать играть с мокрым песком. Здесь есть дополнительные условия, то есть у деток не должно быть кожных заболеваний, не должно быть порезов на руках, ну и в принципе мокрый песок должен быть приятен. Чтобы он был приятен, водичку делайте чуть более теплую, чем температура человеческого тела. Она впитается в песок, чуть-чуть остынет и будет нормально. Ну и конечно, мокрый песок, он достаточно марки, поэтому хорошо бы предусмотреть какие-то переднички, которые можно будет потом мыть. Проводила занятия в яслях, песочно-человече в гостях у ребят. Ребята были в восторге. Алена Сергеевна, я уже им завидую. На самом деле, песочные занятия, это очень-очень классно. Вот, вода, которая увлажняет песок, должна быть теплой, это я уже сказала. И еще очень важно, что вот совсем рядом с песочницей должен находиться источник чистой воды. Идеально, это такая вот широкая чаша, в которую руки можно окунуть, будет сразу же, и песочек от рук отпадет сам собой. Ну и естественно, салфетки, полотенчики, что-то еще. Если такой возможности нет, то есть вы понимаете, что работа с мокрым песком будет катастрофой для вашей группы, тогда вы приобретаете кинетический песок, у которого все свойства мокрого песка, но он сухой и не марается. Это тоже как вариант. Какие упражнения мы можем сделать с мокрым песком? Ну, одно из первых, это упражнения отпечатки. Можно сделать с помощью формочек, причем их использовать можно двумя сторонами. То есть если песочек рыхлый, мы в формочку погружаем, получаем выпуклое изображение, или эту формочку просто можно вдавить, и будет вогнутое изображение. Можно и так, и так попробовать. Оставляем различные отпечатки, но этот процесс комментируем, потому что ребенок между тем запоминает разные новые для себя слова. Например, игра песочные строители. Здесь мы уже переходим к трехмерности, ну и сюжет игры такой. Есть у нас жители песочной страны, они захотели разные домики. Один захотел домик кубический, другой, допустим, в форме параллелепипеда, третий шарообразный. И здесь нужно, допустим, выбрать формочку и сделать отпечаток, а можно построить уже трехмерные дома и поговорить вот об этих объемных фигурах. Психопрофилактические игры. Это еще одна такая огромная область применения песка. Здесь работает воспитатель на стыке с психологом. И в песке можно отработать огромное количество проблем, ну, например, какие-то негативные эмоции. Всегда у нас есть в группах дети агрессивные, которые не знают, куда деть свою злость и агрессию. А здесь очень просто. Например, идем в песочницу, делаем из мокрого песка шар, на нем делаем глаза и рот и говорим, вот в этот шар сейчас ты можешь поместить злость. Татьяна Михайловна, конечно, условно негативные. Естественно, что злость и агрессия – это прекрасные качества человека, которые помогают ему выжить в этом мире. Сейчас у нас речь идет не о том, чтобы их подавить и загнать куда-то вглубь и потом грызть ногти, а речь идет о том, чтобы научить детей эти эмоции выражать социально приемлемым способом и с помощью них получать то, что им хочется. Вот. Если я ответила на ваш вопрос, поставьте мне, пожалуйста, плюсик. Правильно ли я ответила, правильно ли я вас подняла? У меня почему-то на каждом вебинаре, как только я начинаю говорить про агрессию, в чате начинается дискуссия. Вижу восклицательный знак, спасибо. Спасибо, что задали этот вопрос, это очень важно. Ребенок переносит на вылепленный шар свои негативные чувства и вину за плохое поведение чувства и мысли, и он может потом этот шар просто разрушить и говорить, прогоняем злость, приглашаем радость. Таким образом, ребенок учится одной очень важной вещи. Если ему хочется проявить свою агрессию и кого-нибудь попить, он может эту агрессию абсолютно спокойно, здоровым способом отпустить, но потом, естественно, мы должны его научить, как все-таки мирными способами добиваться того, чего он хочет. Адаптация к условиям детского сада. Тоже важная такая область психопрофилактической работы, когда у нас детки в детский сад только приходят, когда отношения устанавливаются, причем отношения устанавливаются с двух сторон, потому что адаптируется не только ребенок к группе, к воспитателю, но еще и воспитатель адаптируется к новому коллективу детей. И вот эти процессы адаптации, они идут на глубоком физическом уровне, их отменить невозможно, поэтому работаем с двух сторон. Можно установить доверительные отношения, можно снять спонтанное напряжение и у того, и у другого участника процесса, здесь же в игровой форме ребенку можно подать нормы поведения в группе и можно проиграть с помощью фигурок такую достаточно травмирующую для ребенка ситуацию, как расставание с родителями. Вижу улыбающаяся личика. Это по поводу чего, Елена Сергеевна? Напишите уж, пожалуйста, улыбку, приятно видеть. Смех, можно расшифровать словами. Вот, каким образом это можно сделать? Например, игра-занятие «Песочно-детский сад». Здесь в такой краткой форме, как это сейчас называется, кино-тизер, забыла слово, честно говоря, ну, то есть в краткой форме можно ребенку выдать все содержание того, что с ним будет в группе происходить за целый день. Вот у нас фигурки приходят в детский сад, машут ручкой, фигуркам, мамам, папам, те уходят на работу, затем зарядка, завтрак, занятие, прогулка, и ребенок таким образом запоминает одно за другим, что с ним будет происходить, запоминает режим дня. Особенно, когда вот это упражнение повторено несколько раз, туда можно вводить уже какие-то проблемные ситуации. Ну, например, мама уходит, ее не хочется отпускать. Например, в сон час фигурка ребенок не желает никак укладываться спать или в столовой что-то невкусно ему, и вот эти вот ситуации на песочке очень хорошо проигрываются. Очень важно проиграть именно в песке по той причине, что когда ситуация проигрывается в песочном ящике, ребенок смотрит сверху на эту ситуацию, то есть он сейчас не участник травмирующего события, он наблюдатель, а наблюдателю всегда проще, потому что это на какие-то жизненно важные вещи не завязаны. И таким образом ребенок может в достаточно спокойной, в безопасной обстановке посмотреть, как это происходит. И вот здесь же в песочнице вырабатываются способы того, как можно из этой ситуации выйти. То есть буквально он обучается тому, какие фразы нужно сказать, как можно со своим горем справиться, что нужно делать в этой ситуации, или каким образом можно эту ситуацию прожить, какие способы есть наиболее благоприятные. Станислава Казимировна, почему, извините, нормальные абсолютно комки бумаги, подушки, ящик для битья у многих уже есть в группах, ну и это прекрасно, песочки тоже это можно сделать. Песочки в принципе можно сделать все то же, что делается другими вещами, но гораздо приятнее. И мы уже с вами плавно подошли к такой интересной вещи, как песочная терапия. Песочную терапию можно разделить на два больших направления, на два русла, это игротерапия и психоаналитическая. Психоаналитическую ставим на потом, если вам интересно будет, то вы можете меня найти, написать, я все-таки адресочек свой дам в конце, если нужен вебинар по психоаналитической песочнице, по юнгианской, напишите, я его вышлю. Где-то в записи в ютубе он есть. Мы будем говорить про игротерапию. Вообще принцип терапии песком был заложен достаточно давно, уже больше ста лет назад. Карл Густав Юнг постарался и заложил эти принципы. Началось все с того, что он сам, работая над какой-то нерешаемой проблемой, однажды понял, что когда он идет и перебирает камушки, или идет, перебирает песок, то проблема по какой-то причине вдруг решается. Это было замечено, и затем его уже последователи, одна из них это Маргарет Лавенфейт, вот здесь на иллюстрации, она предложила консультативную методику, которой мы пользуемся до сих пор с огромным успехом. На самом деле иногда одно занятие в песочнице, даже для взрослого клиента, оно равноценно нескольким сеансам просто терапии словесной. Иногда как раз инсайты, которых долго-долго ждали, терапевт и клиент, они происходят именно в пространстве песочницы. Для чего нам игротерапия? Можно перенести сложные травмирующие события в поле песка, и ребенок становится наблюдателем. Можно получить опыт коммуникации, опять-таки, безопасно. Тут же можно безопасно выработать новые стратегии поведения, ну и развить жизненную активность, потому что здесь только от ребенка зависит, как будут себя вести его персонажи. Сейчас мы с вами посмотрим прямо целый план, по которому можно смоделировать игры сказки на песке. Здесь несколько этапов, они все важны, и пропуски лучше не делать. Первый этап – это введение в игровую среду, когда мы делаем некий переход от обычной действительности повседневной и вводим ребенка в мир песочной сказки. Как это можно сделать? Сменить тон голоса, доверительный стиль общения. Ребенок подходит к песочнице, вы можете сесть на стульчик так, чтобы ваши глаза оказались на уровне глаз ребенка, и вы начинаете свой рассказ. Главное, переходя на этап номер два, это знакомство с игрой и ее героями. Вы даете ребенку сказку, и вместе с ребенком создаете игровое пространство, заселяя его героями. Тема у вас уже заранее вам известна, и вы под эту тему создаете сказку. Очень хорошо в сказках отрабатывается агрессия та же, очень хорошо отрабатываются различные страхи, проблемы неуверенности, какие-то нерешенные проблемы с родителями, но много чего еще. Ух ты, смайлик прислал 10-летний ребенок, он смотрит ваше видео. Привет ребенку! Очень рада, что вы тоже смотрите наше видео. Вот, то есть на втором этапе вы создаете сказку, и здесь ребенок, взрослый действует как рассказчик, помощник, исследователь, помогая ребенку вот этот мир заселить. Чем меньше вы внесете свои инициативы, тем лучше. Ну, тот, кто работает с юнгианской песочницей, тот знает, что интерпретировать нельзя, нельзя, и нельзя подсказывать клиенту, когда он создает свой мир на песке, ну, практически ничего. Здесь также, то есть вы задаете определенную тему, и ребенок под эту тему должен свою страну заселить. На третьем этапе мы создаем конфликты и трудности, то есть здесь в теплый мир нашей песочной страны вторгается нечто. Например, может прилететь дракон и начать пугать мирных жителей. Может поселиться Баба-Яга. Может понадобиться всем жителям выйти за границы города для того, чтобы справиться с какой-нибудь стихией. Ну, вот есть вызов. Это в случае, если ребенок скромный, чересчур стеснительный. Есть вызов у жителей города. Они сидят боятся за стенами, а им нужно выйти и победить стихию или кого-то еще победить. Вот. То есть здесь взрослый выступает, как своеобразный разрушитель вот этого привычного песочного мира. и создает вот такую конфликтную ситуацию. На следующем этапе ребенок должен сам догадаться, каким образом с этой ситуацией он может справиться. И здесь тоже. Я за песок, но не по утрам. Как я вас понимаю? Единожды прибрав группу после песка, понятно, что это будут ООД или занимательные минутки индивидуально. Конечно, не по утрам, а, конечно, это какие-то определенные занятия, никак не зарядка до завтрака. Значит, на четвертом этапе вы задаете деткам вопросы и те вопросы, которые их приведут к победе. Стратегии могут быть разные. Вот у детей может быть случиться стратегия такая. Допустим, мы можем укрепить стены нашего города, чтобы никто не залез. Мы можем, к примеру, к дракону отправить гонца. Кто будет гонцом? Ага, Баба-яга. Пусть Баба-яга идет, ей не страшно. Ее не жалко, если съедят. Мы можем с драконом договориться, написать ему письма. Мы можем позвать на помощь. Это тоже стратегия. Таким образом, когда ребенок выбирает вот эти вот способы, как ему спасти свою страну от этой опасности, то он может понять, какие основные стратегии человек вообще в своей жизни использует для того, чтобы справиться с ситуацией. Ну, какие стратегии. Допустим, узнать о ней что-то побольше, попросить о помощи. Сколько по времени? Минут 40-час. Все это длится. То есть, ну, обычное занятие. Дети не устают так же, как на занятиях за столом в песочнице. То есть, они могут вас спросить еще и еще, не заканчивая свою сказку. Вот. То есть, ребенок выбирает стратегию и побеждает каким-то образом в непривнесенное зло. Следующий этап – это борьба и победа. То есть, здесь отыгрывается ситуация, с помощью которой мир восстанавливается. Но обратите внимание, никогда песочная страна прежней не бывает. То есть, вот на этом этапе внутри ребенка происходит очень важное изменение. И вы увидите, каким образом они выливаются на песок, выкладываются на песок. Могут измениться герои, может измениться ландшафт, может прийти кто-то другой из героев, может случиться все, что угодно. И здесь вам нужно восхититься ребенком, который нашел вот это решение. И следующий этап, шестой, это празднование победы. Вот этот этап пропускать никогда нельзя. И победа должна быть отпразднована. По той простой причине, что когда человек празднует победу, в его теле глубоко внутри происходит определенный процесс, меняется гормональный фон, и вот это вот празднование победы ощущается как нечто очень-очень приятное. Но вспомните себя, допустим, когда вы защищали диплом, или когда вы подтверждали категорию, когда вы выходили замуж или рожали ребенка, насколько это приятно, когда он родился уже, естественно. И когда ребенок один раз вот это вот ощущение победы внутри себя словит, он будет его искать еще и еще. Мы будем выращивать победителя. Ну и седьмой этап, это этап окончания и одновременно начала. То есть мы говорим, сказка закончилась, будем повторять, ну естественно нам говорят будем, и сказки продолжаются снова и снова. Играть можно в одиночку. Играть можно по подгруппам, если у определенной подгруппы есть какая-то проблема. Очень часто вы эти проблемы увидите, допустим, вы увидите, что несколько детей агрессивны через чур, или вы можете заметить у детей определенного возраста лет 5-6-7, что кто-то принес сюда в группу страх смерти, и все они теперь дружно боятся этой смерти, или много чего еще. То есть вы увидели тему, собрали подгруппу для работы, и с этой подгруппой работаете. Хорошо работающая группа 5-7 человек, не больше. За большим количеством вы уже не уследите. То есть естественно, что это не групповое занятие, это невозможно в одной песочнице сделать. Вот таким образом в сказкотерапии мы решаем какие-то сложные или конфликтные ситуации в жизни ребенка. Ну и совсем чуть-чуть про современное веяние в песочной работе. Это интерактивная песочница. Здесь на картинке изображена очень чудесная вещь. У кого уже есть о нам группах, поставьте нам, пожалуйста, три в чат, но мы все дружно позавидуем, кто уже работает вот с такой интерактивной песочницей. Да, троечки, но их, к сожалению, немного. Комплексы на самом деле дорогие, но они классные. Как вы видите, здесь есть... Так, была указка. Секундочку. Не могу взять указку. Ну ладно, вы видите, здесь ящик с песочком, но он разноцветный. Дело в том, что вот наверху, здесь над этим ящиком с песочком есть проектор, а проектор уже управляется программно с панели, и вы можете задавать разные уровни. Допустим, вот песочек, когда он ровный, он одинаково желтого цвета или зелененького, я не помню уже как. Когда вы делаете в нем углубление, чем глубже, тем более синий яркий цвет оно окрашивается. Таким образом, вы создаете реки на песке, они тут же окрашиваются, и по ним даже в определенных программах могут поплыть рыбы и корабли. С проектора все это проецируется на песочек. Как только вы делаете высокие горы, они окрашиваются в темно-коричневый цвет. Если постараться и накопать большую гору, то внутри нее родится вулкан, и будет течь лава, вы все это увидите. Таким образом, здесь знакомство с природными зонами, с рельефом, проходит очень и очень здорово, оторвать невозможно. Но кроме вот такой вот программы, она обычно такая, самая яркая, ее и показывают, демонстрируют, что еще может быть в песочнице. Вместе с песочницей поставляются комплекты программного оборудования, это до 120 игр. Игры на цифры, математику, алфавит, цвета, флору и фауну, что-то типа парных картинок может быть, но только на песочке опять-таки. Найди приз, допустим, вот из тех игр, которые я помню. То есть, есть что, живое и неживое. Да, то есть, там вы создаете, допустим, речку, и в ней рыбки плавают, проекция проецирует рыбок. Большая мечта воспитателей. Да, конечно, огромная мечта. Обычно берут одну на садик и ставят где-нибудь в кабинете психолога и туда по очереди ходят копаться в песочек. Вот. Есть игры настроения земли, рельеф и климат. Есть игры на зрительную память и реакцию, на мелкую моторику. Много-много чего еще. Разные изображения и звука, ну и можно программировать вот эту песочницу. Используют все по-разному. Используют воспитатели для своих целей. То, что вот я в течение вебинара рассказывала. Педагоги, специальные дефектологи. То есть, есть наборы программ для психокоррекции, специальные психологи тоже используют для того, чтобы установить эмоциональный контакт. И игры для психопрофилактики тоже в комплекте есть. Ну и есть набор игр для логопеда. Согласитесь, что работать с психологом в песочке гораздо приятнее, чем в скучном кабинете у зеркала, чем все их пользуются. У нас не все игры работают. Но тут уже к производителю. Производители разные, оборудование разное, это уже к ним. Ну и последнее, совсем чуть-чуть времени остается, поэтому бегом про рисование песком. Тоже замечательный способ. Достаточно бюджетный по сравнению с интерактивной песочницей. Но способ такой очень зрительный, потому что даже не имея навыков в живописи, можно за одно занятие создать какой-нибудь шедевр. То есть, что у нас есть? Есть световой стол подсвеченный. Павел Юрьевич, я очень рада вас видеть, тогда я не спешу, не тараторю. Есть световой стол, подсвечивается изнутри. Есть мелкий песочек кварцевый. И есть руки. Может быть еще и проектор, который демонстрирует вот этот вот шедевр, созданный вами или ребенком, на стенку или экран. Тогда это еще интереснее. В песчинке такого свойства, что чем толще слой песочка, тем более темное место будет на этом рисунке. Поэтому здесь можно рисовать не только светлым и темным, а можно рисовать еще и полутонами различными. Вот теперь про техники. Если вы приобретаете эти столы, ну вот по отзывам с вебинаров, я знаю, что кто-то делает самостоятельно, кому-то папы делают. Зоя Алексеевна по производителям не скажу, честно. Во-первых, не рекламный вебинар абсолютно, а во-вторых, нужно смотреть, смотреть отзывы, я думаю, что интернет вам поможет на самом деле. Мы сейчас про те по техникам. Как можно, самые простейшие техники, например, щепотку песка зажимают между пальчиками и насыпают вот эту вот дорожку из песка на чистый световой стол. Деткам говорим посолить песком. Точно так же песок можно набрать в лодочку и стряхивать на поверхность, получается такая более толстая линия. Можно из кулачка высыпать струйку песка. Прямые линии, разные зиязаги, кривые, но таким образом с помощью линии уже создается какая-нибудь картинка. Можно рисовать с помощью пальцев различным способом, двигая пальчики по поверхности. Ну, допустим, опять-таки, развитие мелкой моторики. Если вот так вот мы ведем, то получается травка. Если вот так вот проведем, то получается бабочка или ангел. Вот здесь, как на картинке справа. Если тыльная сторона ладони, то это могут быть какие-то крылья птичьи, птичек. Если ребро ладони или кулачок, то это ствол деревьев. Простая песочница с подсветкой, и то хорошее подспорье. Вообще замечательное подспорье. Если еще песочек добавляют разными камушками, а подсветка разноцветная, то это просто чудо. Ну и не так дорого. Можно рисовать и кулачками. То есть кулачками можно нарисовать камни. Вот таким вот образом. А пальчиками можно нарисовать звезды. В результате занятий что получается? Развивается координация движений рук, потому что очень часто много таких движений происходит. Ну и психологи, если здесь есть, то понимают, что не только координация рук, но еще и координация полушарий, что нам тоже очень важно. Естественно, совершенствуется мелкая моторика, образное мышление, то, что мы всегда получаем от уроков рисования. В результате эмоциональный фон выравнивается. И что еще очень важно, ребенок перестает бояться ошибок, потому что здесь цена ошибки нулевая. Ну если что-то не то нарисовал, быстренько затер песочком и рисуешь снова. Никто не ругается на испорченные листы бумаги. То есть абсолютно волшебное, увлекательное занятие. Но и проводить можно в разных формах. Это может быть индивидуальная работа. Это может быть работа мама плюс ребенок. Или папа плюс ребенок. Это может быть пара или три ребенка в одной интерпективной песочнице. И тогда они еще и учатся взаимодействовать между собой. Ну и напоследок я сделала выборку литературы по песочной терапии. Можно вот зайти по этой ссылке и эту литературу забрать. Там штук 5 или 6 разных книжек в электронном виде, которые вы можете взять и почитать, и воспользоваться. Очень советую «Игра с песком. Практикум по песочной терапии» Синькевича Евстигнеева. Но это ближе к терапевтической песочнице и ближе уже к юнгианской. Вот эти вот две книжки, они предназначены конкретно для воспитателей. Ну и вот по ссылочке пройдете, там есть даже планы занятий для определенных возрастов. Смотрите, Евгения Сергеевна, вы можете сейчас забрать презентацию. Чтобы забрать презентацию, нужно на верхней панели найти такую папочку, значок папочки. Откроется вкладка «Ресурсы» и просто нажимаете и скачиваете презентацию «Игры занятия в педагогической песочнице». Вот, а когда заберете презентацию, вы можете вот по этой ссылочке зайти, она в презентации «Активное действующее», зайти на статью, в которой я выложила вот все эти книжки и их оттуда забрать. Если какие-то вопросы, я вижу, что спрашивают, можно ли написать, то есть по этой ссылке меня можно найти и написать, если хочется. Вот, все, что хотела, я рассказала. Я желаю вам большой удачи и замечательных игр в песочке. Ну и теперь можно поспрашивать, если что-то хочется спросить, можно сказать свое мнение, я буду рада его услышать. Ну а в целом желаю успехов. Спасибо большое вам. Как взять презентацию? Повторяю еще раз. На верхней панели инструментов есть значок «Папочка». Ну, похоже на портфель или на папку. Нужно его нажать и откроется вкладка «Ресурсы». Оттуда можно просто скачать. Спасибо вам. Если вопросов нет, если я рассказала все, тогда я желаю огромных творческих успехов. Приходите с нами. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...